Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. И сегодня мы будем оформлять подставки-подвески к новогодним праздникам. Вначале покажу уже оформленные композиции новогодние из наших подставок, которые мы делали ранее. Первая подставочка, которая у меня сразу так быстро сложилась, нежная, старинная, винтажная такая. Основные элементы в нашем декоре это сама подставка и елочка. Значит подставку мы с вами делали. Вот обыкновенная наша заготовочка. Елочку можно использовать искусственную, а можно взять и настоящую. Тогда конечно будет и аромат по дому эти приятные. И у кого нет возможности поставить в доме большую елку, будет и такая маленькая декоративная. Следующий элемент, который здесь, сама подвеска. Конечно можно было повесить шарик, но мне хотелось сделать что-то своими руками. Здесь гипсовая отливка, вернее две гипсовые отливки. Сама основа и медальон. Лошадка, она здесь приклеена. Лошадка тоже гипсовая, но немножечко затонирована черным цветом и покрыта лаком. И смотрится как фарфоровая. Здесь елочка и шишки. Шишки нам нужны для того, чтобы конструкция елочки не крутилась вокруг нашей вот этой оси. Значит декор подставки может быть любым. Здесь у меня объемный, можно было и задекупажить. И очень нравится мне в декоре вот такие коробочки, подарки. Здесь можно положить и настоящий подарок завернуть. Следующая композиция. Здесь уже более такая сказочная. Значит подвеску мы тоже делали. У меня был гипсовый домик. И я решила его разукрасить как пряничный. И созрела такая композиция, когда тоже были гипсовые грибочки, гипсовый зайчик. И не хватало вот такого подарочка. Как будто зайчик пришел в гости к петушку и принес с собой подарок. Вот такая новогодняя сказка. А здесь уже захотелось серебра. Сказка у нас здесь серебряная. Что здесь я использовала? Гипсовая отливка. У меня был молд, но он очень тонкий. И пришлось отливку делать с наплывом таким большим гипса. Вот шарик здесь обыкновенный. Такой элемент небольшой. Это в магазине купленный вырезан. Шло как детская корона. Вот использовать в декоре можно что угодно. Начиная с того, что у нас есть под рукой всегда. А что у нас есть под рукой? Вот сегодня у нас есть вот такая заготовка. Сейчас мы сделаем абсолютно другую композицию. Более цветную, такую яркую, красочную. И расскажу об элементах, которые я использовала и в других композициях. Чтобы необычно так задекорировать нам фон, я возьму вот такую салфетку. Они, по-моему, называются салфетки для торта. Продаются и упаковками, штучно. И сейчас я приклею эту салфетку. Я промажу по всей площади нашей основы. И приклею. Лишнее отрезаем. Стараемся, чтобы клей не попал на салфетку. А теперь я посыплю блестками всю нашу основу. Вот такая интересная основа у нас получилась. Теперь мы будем делать елку. Я буду делать из искусственных веточек. Елка сама была куплена в фикс-прайсе. Разобрана на запчасти. А смотана она была вот такой веревочкой. Зеленый, подсвет как раз наших веток. Теперь мы создаем композицию. По три веточки я скручиваю вот этими нитками. Вот у основания. Ниже беру еще веточки. Опять у основания все стягиваю ниткой. Чем больше веток, тем пышнее будет елка. И выше. Так, вот у нас наша елочка готова. И нам остается ее только прикрутить и распрямить веточки. Что здесь хорошо будет смотреться, это шишки. Шишки я как раз использую. Уже они у меня прокрашенные. И позолоченные. Можно и такие. Вот сегодня я буду использовать вот такие шишечки. Значит, я их вот так по бокам приставляю. У нас тогда елочка меньше будет крутиться. Она как бы будет еще зафиксирована этими шишками. И с помощью этой же нити зеленой я привязываю. Буквально пару моточков. Теперь, чтобы наша елочка стала заснеженной, нам нужна будет белая акриловая краска и лягуашь. Значит, обыкновенной кисточкой я вот так прохожусь немножечко по веткам. Они сразу становятся такими заснеженными. Не забываем все это и сзади проходить. Если где-то будет видна ниточка, она в тон нашей елки, поэтому ничего страшного, обо глаза она не бросается. Можно сильнее забелить. Можно вообще оставить зелеными, чем-нибудь посыпать блестящим. А теперь вспоминаем, что у нас дома есть. Вот у меня есть вот такой Дед Мороз. Есть у меня вот такой медвежонок, который пишет письмо Деду Морозу. Тут уже можно фантазировать сколько угодно. У каждого из вас есть дома какие-то игрушки от киндер-сюрпризов. Тоже можно их сюда использовать. Сегодня я как раз хочу Дедушку Мороза. Он очень устойчивый. Приклеивать я его не буду сюда. И вот такой олененок есть у нас. Значит, в качестве декора самой елки, что можно посоветовать? Это шары маленькие. Можно подвески из картона сделать. У кого какие возможности. Что касается нашей подвески, которую я хочу повесить. Для этой композиции я сделала вот такую подвеску с часами. Вот такая веселенькая новогодняя у нас композиция. Опять-таки, чего-то все равно не хватает. И здесь мы можем сделать подарочек, который Дед Мороз принес вам в дом. Для того, чтобы сделать вот такие подарочки, я использую техноплекс или пенопласт. А можно взять обыкновенный спичечный коробок. Дальше мы берем красивую оберточную бумагу или фольгу. И заворачиваем, помогаем обыкновенным скотчем. И теперь мы возьмем любую ленточку, веревочку, тесемочку. Все, что вам нравится. Вот у меня уже здесь завязано. Подарочек небольшой, поэтому бантиком я делать не буду. Сразу завяжу узелок. И кончики сделаю кучерявенькие. И вот такой подарочек мы положим возле Деда Мороза. Можем даже два положить. Вот так очень быстро мы можем создать такую композицию. Покажу вам еще идеи для создания. Из чего же сделана вот такая подвеска. Всего лишь взят гипсовый. Гипсовая отливочка круглая. Вот тут у меня уже вставлена спичка. Это будет отверстие. И вот такие часы я отливала. Тоже у меня формочки есть. Можно клеем, а можно шпатлевкой на шпатлевку. И дальше украшаем как нам угодно. Здесь декупаж. А часы просто разрисованы. Какие еще можно варианты? Тема совы. Вот здесь у меня еще в работе. То есть я еще не до конца все это сделала. Вот здесь я веточки объемные сделала контуром. Вот тоже будет такая подвеска. Хотелось вернуться вот к этой композиции. Вот здесь вы видели лошадку. Здесь также можно сделать зайчика. Можно было вот такую лошадку из картона поставить. Тоже бы хорошо смотрелось. Что можно еще использовать? Такая лошадка. Но это уже будет кантри стиль. Дальше вот такого ангелочка можно под елочку посадить. Покрыть может быть лаком. Может немножко чем-то затонировать. Еще есть идея вот такой подвески. Это кто любит гжель. И здесь тоже на гипсовую основу приклеен такой гипсовый чайничек. Значит я показала и рассказала вам несколько идей для создания новогодних композиций. Причем каждый год можно здесь все поменять. Здесь мне не хотелось приклеивать оленя и Деда Мороза. Они просто стоят сами по себе. Вся эта конструкция разборная. В любой момент можно все поставить по-другому. А детям можно даже поиграть в какую-то сказку. Как видите, ничего сложного в создании таких композиций нет. Зато мы с вами поиграли в сказку. Если у вас есть вопросы, пишите. Я постараюсь на все ответить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами была Светлана Короткая. Благодарю за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok